А векодер, они стали способны довольно точно определять образ на предложенной им картинке и даже описывать предложением, что они на ней видят. Искусственный интеллект даже научился играть в компьютерные аркады и видосики с этими потугами уже давно гуляют по интернету, являясь излюбленной темой для кеков в среде шахматных ботов из 90-х. Не так давно калифорнийская компания OpenAI, занимающаяся разработками в области искусственного интеллекта, опубликовала работу под названием Jukebox, то есть музыкальный автомат, в котором на вход подавали пример какого-то музыкального стиля в виде композиции, задавали музыкальный жанр и подкидывали текстов со смыслом и без. На выходе получалась вполне себе сносная песня, настолько сносная, что штамповщики поп-шедевров-однодневок раскупили весь валидол в округе. Но учёные из другой компании, которая называется DeepMind, уже давно задались вопросом, а что если мы заставим нейронные сети выдавать, скажем, не предложения, решения или звуковые волны, или всё в таком духе, что если на выходе мы захотим получить компьютерную программу? Некоторые кодеры тут же вспотели от неиллюзорной перспективы потерять своё насиженное годами членство на Stack Overflow, рабочее место, и дружно начали вопить, что это невозможно. Но потом миру показали результат. В 2015 году результаты были более чем скромные. Сложение нескольких чисел в столбик происходило прямо перед взором искусственного интеллекта, и это являлось входными данными, потому как через какое-то время искусственный интеллект был способен написать компьютерную программу, способную воспроизвести такой тип сложения. Впоследствии ИИ стал способен сортировать данные или даже подбирать нужный угол изображения автомобилем, и получил имя нейропрограммный интерпретатор. Вначале он был медленный и малоэффективный, но в итоге всё же доводил свою работу до конца. Почему мы сейчас о нём вспоминаем? Дело в том, что этот скромный алгоритм из 2015-го был усовершенствован настолько, что лёг в основу другой работы, которая уже кажется немного из области фантастики. При помощи этого концепта учёные из NVIDIA смогли написать искусственный интеллект, способный воссоздать игру Pac-Man, причём без исходного кода. Только лишь посредством наблюдения за игрой в Pac-Man через некоторое время ИИ был способен написать игру, которая не только имитировала Pac-Mana внешне, но и была способна предположить управление, какими клавишами заставляет Pac-Mana совершать те или иные действия. И повторюсь, чтобы вы осознали, что перед вами не просто видео по мотивам летсплея в Pac-Man, это реальная компьютерная игра, которую ИИ написал просто наблюдая за тем, как в неё играет человек. Кроме того, искусственный интеллект оказался способен учесть правила, механику и управление в игре. И всё это без дальнейшего допиливания напильником человеком. Как то исправление неточности в механике или визуале, всё сразу оказалось стопроцентно рабочим. До тех пор, пока ИИ предоставлена возможность наблюдать за игрой достаточно долго, он способен воспроизводить игру достаточно точно, не обращаясь к исходному коду. Мы даже можем съесть капсулу, позволяющую Pac-Man поглощать привидений. И даже то, что привидение начинает удирать от Pac-Man, перед тем, как он поглотит капсулу, было мастерски подмечено искусственным интеллектом. Но и это ещё не всё. ИИ обладает долгосрочной памятью, и, соответственно, может не только анализировать происходящее, но и обладает способностью воспроизводить свои прошлые шаги. То есть, если мы вернёмся к игре, которую оставили, ИИ способен воспроизвести её состояние. Он также может чётко разделять передний и задний план, статические и динамические объекты. Так что мы можем экспериментировать с изменением различных объектов, таким образом меняя внешний облик игры. Процесс ознакомления с игрой занимает довольно продолжительное время, и от NVIDIA потребовалось просмотреть где-то 120 часов игры, чтобы выдать предыдущий результат. Однако, как и с имитатором сложения из 2015 года, то, чего смогла достигнуть NVIDIA с этой разработкой, будет ещё усовершенствовано и способно стереть границы между нашим сегодня и научной фантастикой ещё больше. Это служит ещё одним напоминанием того, как быстро искусственный интеллект освобождает нас, людей, от необходимости выполнять скучные или рутинные задания. Что, с одной стороны, АВ, с другой — пугающе, потому как миллионы рискуют остаться неудел. ИИ уже способен обучаться законам физики, например, физики течения жидкостей, просто наблюдая за симуляцией, и затем воспроизводить и даже продолжать данную симуляцию, основываясь на уже имеющихся данных. Кроме того, ИИ уже способен предугадывать, как свет будет взаимодействовать с изображениями, например, изображениями комнаты, и создавать ошеломительно живые картинки, осветляя их нужным образом. Подобные алгоритмы применяются, например, в фильтрации шума на картинке, и эта работа уже целиком отдана искусственному интеллекту, а значит, ещё большие области работы с графикой вскоре могут попасть под его юрисдикцию. Ещё одна тревожная новость о нарастающей угрозе отправить молодую поросль Hello World-щиков, быдлокодеров и прочих джуниоров на шарикоподшипниковый, пришла от компании OpenAI, чьё мегасоздание GPT-3 научилось писать вменяемый код без помощи Stack Overflow. GPT-3 катается на волне хайпа Aki Surfer, а всё благодаря внушительному размеру своей модели и тому, что он этой моделью способен вытворять. Натренированная на триллионе слов и комбинаций, использующая 175 миллиардов параметров, генеративная предтренировочная модель третьего поколения, говорят, способна сотворить код из описания задачи человеческим языком. Вот что написал в своём свитере Шариф Шамим, которому повезло получить демо-доступ к GPT-3. Я построил приложение для списка задач, просто описав его GPT-3. Она сгенерировала React-код для полнофункционального приложения в течение нескольких секунд. Я становлюсь более впечатлён и осведомлён об её способностях каждый день. Вполне возможно, в будущем это может привести к новой, если хотите, пароде программистов, которые будут писать программы при помощи таких вот помощников. Хотя, думаю, более точно их можно будет назвать операторы, в задачу которых будет входить описание задачи человеческим языком, искусственному интеллекту. Чтобы не готовило нам будущее, ставь императорский палец вверх уже сейчас, подписывайся на канал и бей в колокол. Это был Ви, спасибо и до свидания.